Полицейские и общественники Самары в течение недели проводили социально значимые акции и флэш-мобы. Круглые столы записывали видеообращения, направленные на привлечение внимания общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, снижение скоростного режима на 5% даст нам снижение летальных дорожно-транспортных происшествий на 30%. Представители Всероссийского общества автомобилистов вручали водителям тематические листовки, призывая соблюдать ПДД. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения города Самары Ирина Тарпанова напомнила участникам акции, что выбор скорости, не соответствующий дорожным условиям, и нарушение скоростного режима является одной из наиболее частых причин ДТП. Причем при увеличении скорости тяжесть последствий возрастает. В черте города, я думаю, да, возможно, это поможет. Вы с этим согласны? Для того, чтобы сделать более комфортные условия и для водителей, и для пешеходов. Водителям будет комфортно? Я думаю, что водителям нет, но пешеходов, надеюсь, это спасет. Особое внимание водителям, что пешеходный переход – это место повышенной опасности, подъезжая к которому необходимо быть особо внимательными, снизить скорость и быть готовыми к появлению людей, и тем более детей. Елена Чернявская, Григорий Плешаков, События.